Улица Кати Соловьяновой. Карета скорой помощи с тяжелобольным на борту едва проезжает между автомобилями, которые припаркованы с нарушением всех возможных правил дорожного движения. Спецсигналы и проблесковые маячки тут не помогут. Остаются только эмоции. Мы везем больного, нам некогда говорить. Нам некогда. А как тут соба? Далеко по льдому до машины идти? Далеко идти больному, понимаете? И нам далеко идти. Врачи, фильтры не могут подойти. Машины поставят, не подъедешь. Ничего. Поэтому... Проблема с движением автомобилей на улице Кати Соловьяновой возникла не вчера. Жители стараются самостоятельно ее решить. Врывают ограничительные столбики. Знаки стоянка и остановка запрещена, водители попросту игнорируют. А дополнительные таблички, работает эвакуатор, таинственным образом пропадают со своих мест уже после первых дней установки. Ведь гораздо проще оплатить нарушения за знак, чем забирать машину со специализированной штрафстоянки. Знаки поставили. Вот уже второй год стоят эти знаки. Установили таблички, работает эвакуатор. Буквально зимой таблички стоят, как наступает лето. Кто-то таблички снимает, машины ставят. Мы звоним. Приезжает служба, устанавливают новые таблички, работает эвакуатор. Через два-три дня эти таблички опять снимают. И так продолжается уже второй год подряд. Но основная головная боль жителей – это переулок Малинкин. Он соединяет улицы Горького и Кати Соловьяновой. Несмотря на то, что улица Горького – главная артерия курорта и является пешеходной зоной, автовладельцы беспрепятственно проезжают под запрещающий знак, игнорируя возмущенные восклицания отдыхающих. По словам местных жителей, проехать на улицу Горького без проблем может любой желающий. Если сегодня на Анапском Бродвее беспрепятственно курсируют таксисты и машины с продуктами, то где гарантия, что завтра сюда не въедет грузовик со смертельным грузом? Предложения по решению этой серьезной проблемы у общественников есть. Года два назад здесь был временный пост. Стоял от роты ДПС патрульный автомобиль. Прямо вот здесь на углу, на перекрестке. И все было хорошо. Никто посторонний сюда не ехал. Ну, было спокойнее, как говорится. Но я думаю, что у них и так работы хватает без нас. Поэтому вот такая ситуация у нас. Выгоду из сложившейся ситуации получают лишь многочисленные попрошайки. Тоже, кстати, клиенты стражей порядка. Маневры между автомобилями могут закончиться плачевно, не говоря уже об общей картинке, недостойной курортного города.